МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, в эфире 9-го, субботние факты. Сегодня ночью католики всего мира празднуют Рождество. В 11 часов вечера в Краснодарском храме Розария при Святой Деве Марии и Святой Варваре начнется служба. Около 300 верующих придут в костел. А как раз сейчас в Сочельник вся семья собирается за столом. После 30-дневного поста разрешается вкушать 12 блюд, в том числе рыбу, грибы, клюквенный кисель и католические пироги, так называемые слижики. С католического Рождества начинается очереда праздников. Новый год, православное Рождество, вплоть до Старого Нового года. Сегодня последние выходные перед праздниками. В магазинах ажиотаж многие торговые центры продлили график работы. В Краснодаре в течение всего дня было затруднено движение по основным магистралям. Все стараются успеть купить подарки и продукты к праздничному столу. На российско-абхазской границе пойман третий фигурант громкого ограбления в Новороссийске. Мужчина пытался скрыться в соседней республике. После того, как полицейские задержали еще двоих подозреваемых. Напомню, в среду люди в масках ворвались в дом новороссийского предпринимателя. В этот момент в квартире находились только его жена и сын. После потасовки один из подозреваемых зарезал подростка. Следствие установило, что в налете участвовало четверо. Один задержан в Новороссийске, второй в Геленджике и третий на границе с Абхазией. Установлены все лица, которые участвовали в совершении преступления. Из четырех лиц задержаны трое. Одно лицо в настоящее время находится в розыске. Предварительное следствие по делу продолжается. В течение двух месяцев будет установлена роль каждого из лиц, совершившие данное преступление. И будет установлена вина каждого из них. Напомню, добычей грабителей стали пара тысяч рублей и недорогие ювелирные изделия. По одной из версий, подросток узнал одного из грабителей по голосу, после чего преступники и убили жертву. Были ли это знакомые семьи, следствие не уточняет. Сегодня в Краснодаре на площади перед Домом культуры железнодорожников состоялся митинг под названием «За честные выборы». Высказать свою точку зрения вышли представители партии КПРФ «Справедливая Россия» и «Яблоко». Изначально организаторы акции заявляли, что в ней примут участие три тысячи человек. Однако, по данным правоохранительных органов, в итоге на площадь пришли около 250 демонстрантов. Акция была разрешена местными властями и прошла спокойно, без происшествий. Глава Сочи Анатолий Пахомов подвел итоги развития города за 2011-й. На пресс-конференции в Олимпийской столице он отметил, что за этот год Сочи заметно преобразился. На благоустройство жилого фонда 100 миллионов рублей выделено из федерального бюджета. 320 добавил городской. И еще полмиллиарда выделено по краевой целевой программе в рамках подготовки к Олимпиаде. Для тех, чьи дома уже ремонтировать поздно, действует программа по переселению горожан из аварийного фонда. Началась она в этом году, в следующем будет продолжена и затронет сотни семей. Первые 146 будут переселены в начале будущего года в новый дом, возведенные на средства муниципалитета. Ну а чтобы каждый рубль был потрачен на дело, а не осил в карманах нечистых на руку чиновников, необходимо продолжать жесткую борьбу с коррупцией и больше внимания уделять проблемам горожан, подчеркнул Пахомов. Человек пришел, сдал тебе документ, три дня или два дня, и ты должен отписать. Если он этот документ не отдал, это считаем коррупцией. Видно, он хотел, чтобы ему шоколадку принесли. А если по-хамски где-то отнесся, то бери шинель и иди домой моментально, потому что установка четкая и понятная. Ты работаешь для людей. В этом году, подытожил глава города, было сделано немало, в том числе во многом благодаря поддержке краевых властей. Построены четыре школы, введены в эксплуатацию три поликлиники, еще 15 отремонтированы, приведены в порядок 16 объектов культуры. В следующем году в Сочи станет жить еще более комфортно, откроются новые детские сады, гипермаркеты, также будут введены в строй транспортные развязки, которые тоже заметно облегчат жизнь сочинцев и отдых гостей курорта. В Краснодаре осветили арку памяти чернобыльцев и героев локальных войн. Она находится на берегу реки Кубань, рядом с храмом святого Дмитрия Солунского, защитника воинов. На освещение пришли ликвидаторы аварии в Чернобыле, казаки, ветераны, курсанты военных училищ и школьники. Торжественный молебен провел митрополит Екатеринодарский, Кубанский и Сидор. Я сердечно благодарю всех, кто приносил свою посильную лепту для того, чтобы здесь был храм, чтобы здесь было благолепие, и чтобы мы собирались сюда для поминовения усопших, героев Чернобыля. Мемориально-храмовый комплекс построили в 2000 году. Первый камень самой арки заложили в 2005-м. Строили ее на деньги пожертвователей. Внутри, в честь подвига воинов-миротворцев и героев-ликвидаторов, установили четыре мемориальные плиты. На них памятные даты российских войн. После торжественной церемонии освещения памятника в храме-часовне провели панихиду по погибшим. В Денском районе пожарные самых отдаленных населенных пунктов получили новые автоцистерны. Это отечественная техника марки «Урал», лучшая из российских аналогов, считают спасатели. На вооружение поступило сразу восемь машин большой проходимости. Стоит каждая автоцистерна 3,5 миллиона рублей. Пожарные признали, что не ожидали такого подарка перед Новым годом. И будут беречь технику, несмотря на экстремальные условия работы. Техника высокопроходимости, а наш район находится в горных местностях. То есть прохождение такой техники непосредственно дает возможность нам вовремя пребывать на пожары. Новые «Уралы» будут работать и в новых пожарных частях. Их на Кубани специально старались разместить и в глубинке для предотвращения лесных пожаров. В край за последние годы создано с нуля больше 30 частей. Для их обеспечения потребовалось купить больше сотни отечественных автоцистерн «Урал». Лучшие Деды Мороза Краснодара сегодня мерились бородами, хвастались снегурочками и делились профессиональными секретами. За неделю до Нового года жителям показали сказочных героев на любой вкус. 11 пар по количеству лет нового тысячелетия. На суд зрителей новогодние программы и образы традиционных героев представили городские театры и филармонии. Каждая пара должна была поздравить с наступающим праздником по-своему. На ближайшие две недели это главные роли в графике артистов. Некоторые участники парада в этом сказочном бизнесе уже не один десяток лет. Самое главное, по словам артистов, это вжиться в роль и самому поверить в сказку, чтобы в нее поверили маленькие зрители. Хотя зачастую, говорят профессиональные Деды Морозы, приходится работать и со взрослыми. Дети верят в сказку. Ты для детей как персонаж сказочный, они в тебя верят. А взрослые тебя вспоминают как персонажа уже не сказочного, а более своего. Этот парад считается традиционным началом официальных праздников в городе и крае. Сегодня он оказался немного подмоченным, но несмотря на совсем не зимнюю погоду, работы у Дедов Морозов хватит. Впереди самая горячая парад для сказочных героев. Елки, утренники и корпоративы. Свою порцию чуда и праздника ждут тысячи людей. В моду входят елки, которые можно съесть. По крайней мере, так считают сочинские молодые дизайнеры. Сегодня в Олимпийской столице подвели итоги конкурса на самую оригинальную и красивую елку. Модное состязание проходило по двум номинациям. Среди школьников и среди студентов. Чего там только не было. Вот, например, эта искусственная лесная красавица сделана из макарон. А вот эту ее автор собрала из того, что осталось в папиной слесарной мастерской. Из деревянных дощечек. Больше всего удивила жюри студентка, которая сделала, как она сама говорит, закусочную елку. Сидела и думала, что подать на столу новогоднюю на закуску. Легко, непринужденно, из помидора, огурцов, нижнюю шуру из петрушки. А вот среди школьных работ самая оригинальная признали елку с руками и лицом. Победительница конкурса Ольга Сефиряв сделала ее из любимой куклы. Это елка из фарфоровой куклы и фатина. Мама мне подсказала, мне понравилась эта идея, и мы решили с ней сделать. Всего на конкурс принесли больше 70 работ. Победители награждены денежными призами. А все остальные участники получили возможность немного подзаработать на свои фантазии и выставить дизайнерские елки на продажу в одном из магазинов с пометкой «Сделано вручную». И продолжаются новогодние сюрпризы от Девятого канала. Напомню, наша телекомпания подарила детям коррекционной школы-интерната в Станице Березанское настоящую голубую ель. Сегодня корреспонденты и продюсеры Девятого канала вместе с детьми наряжали новогоднюю красавицу. Для детей сам процесс стал настоящим праздником. За несколько дней до установки елки ребята начали сами мастерить новогодние игрушки и гирлянды. Каждый хотел повесить украшения, сделанные собственными руками, на самое видное место. Так что пока журналисты доставали свои заготовленные новогодние игрушки, елка была практически наряжена. Ребята тут же начали водить хоровод вокруг новогодней красавицы. Для наших детей это праздник. Конечно, это праздник. Потому что, ну, не всегда, да, наверное, дети видят вот в учреждении вот такую огромную елку. И я думаю, вы сами видели их реакцию, когда привезли эту елку, и когда вот сегодня момент украшения. Это же праздник для детей. С какой радостью, с каким удовольствием они это делали. На следующей неделе в доме-интернате в Станице Березанской продают первые новогодние утренники. На один из них приедут и звезды Девятого канала. Конечно, с подарками. Кубанские лесники. Первые в России. Всемирный фонд дикой природы признал Краснодарский край одним из лучших в управлении зеленым фондом. По оценке независимых экспертов леса в Сочи, Геленджике, Туапсинском, Абширонском и других районах максимально защищены от пожаров, экологически устойчивы и экономически прибыльны. Всего специалисты оценивали лесные красоты России в 78 регионах. Добавлю, такие рейтинги в нашей стране Всемирный фонд дикой природы проводит второй раз. И все это время Краснодарский край держится в лидерах. В Крымском районе спасают реки от мусора. Таким образом, местные власти решили бороться с подтоплениями. Из-за заторов в руслах весной этого года небольшие реки стали выходить из берегов. Сейчас спасатели освободили от деревьев и кустарников 4 километра береговой линии. Также заторы разбирают и наемные рабочие. Их услуги оплачиваются по краевой программе очистки русел рек. 95% денег поступает из кубанской казны. Остальные 5% оплачивают местные власти. До принятия программы организовать подобные работы на местах могли с трудом. Огромный шаг по этой проблеме. Раньше подобного не было. Все старались как могли за счет собственных средств, помощи организации, населения. Но теперь включилось в эту работу и законное собрание, и администрация края. В следующем году в Крымском районе планируют очистить почти 5 километров рек. Однако полностью исключить риск подтопления спасатели не могут. В Ейске открыли памятник легендарному борцу Ивану Поддубному. Бронзовую скульптуру спортсмена, стоящего на арене, установили в Центральном парке, который также назван именем знаменитого земляка. На мемориальной табличке памятника написано «Чемпиону чемпионов в честь 140-летия от благодарных последователей». Почтить память борца приехал трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин. Его фонд по поддержке спорта участвовал в создании памятника. Несмотря на то, что мы представляем очень контрастный вид спорта, который относится к категории единоборства, история о нашей планетарной дружбе – это не просто миф. И поэтому сейчас, в год 140-летия, в год, когда Мировая Федерация, признавая достижения советской и российской борьбы во всем мире, объявил это годом русско-классической борьбы, для нас это повод говорить о нашем виде, для нас это повод проявить уважение. Спортсмен Иван Поддубный шесть раз подряд становился чемпионом мира по греко-римской борьбе. Памятник установили в Ейске, потому что в этом городе Поддубный прожил последние годы жизни. Там его похоронили, и там уже около 40 лет работает его мемориальный музей. После открытия памятника Александр Карелин вместе с победителем Олимпийских игр Муратом Кардановым провели тренировку со спортсменами по греко-римской борьбе. А затем борцы участвовали в дружеском матче по рэкболу. В Краснодаре прошел спортивный праздник «Олимпионик». В соревнованиях приняли участие более 160 ребят от 11 до 13 лет. Всего 18 команд из города Краснодара и 10 районов края. Была и еще одна команда игроки молодежного состава баскетбольного клуба «Локомотив Кубань». Вместе с ребятами они стали полноправными участниками спортивных эстафет. Очень понравилось, бегать надо. Красиво, хорошо сделано. Классно. Помимо хорошего настроения, участники соревнований получили и заслуженные награды – кубки и медали. Ядовитые подарки. В магазине Отрадинского района предприниматель торговала игрушками, от которых можно и жизни лишиться. Пользуясь предпраздничным ажиотажем, магазины сбывают некачественный товар. Что грозит таким торговцам и как выбрать безопасные подарки, расскажет Юлия Кишинева. В полицию обратился житель станицы Отрадной. В этом магазине он купил подарок для ребенка, но потом заметил, что игрушка странно пахнет химическими веществами. Из магазинов станицы «Попутная» изъяли 300 игрушек китайского производства. На них не было сертификатов и данных о производителе. В рамках уголовного дела была назначена экспертиза. Согласно заключению эксперта, данные игрушки представляли угрозу жизни и здоровью детей в возрасте до 6 лет. Большая часть товара не соответствует ГОСТу, а в 10 игрушках эксперты нашли ядовитые вещества. По словам правоохранителей, взяв в руки такую куклу, в лучшем случае можно отделаться больничной койкой. Хозяйка магазина депутат сельского поселения на вопрос журналистов, откуда товар, отвечает отказом. Вы знаете, я такая же предприниматель, как и все, и так же живу, как и все. И точно так же беру, как и все в одном и том же месте. Но почему-то так оказалось, что у меня это... Вы меня не даете или нет? Ну как, я без комментариев это оставляю. По словам оперативников, игрушки женщина закупала в Пятигорске и Армавире. Предприниматель-то берет дешевые, он уже знает, что это игрушки не соответствуют ГОСТу, чтобы подороже продать, чтобы была прибыль. То есть она, естественно, догадывалась, что данные игрушки некачественные. Любой предприниматель, покупая на оптовых базах, он обязан требовать сертификаты соответствия или документы, сопровождающие данный товар. Сейчас некачественный товар опечатан, а магазин продолжает работать. Перед Новым годом много клиентов. Правда, с четырех мягких игрушек на витрине ни на одной мы не нашли даже этикеток. Показать сертификат качества на товар продавец тоже не смогла. А у вас на руках таких документов нет? Я даже не мог сказать. Уголовное дело уже передали в суд. Когда состоится первое заседание, пока неизвестно. Если вину предпринимателя докажут, то ей грозит тюремный срок до шести лет и штраф до пятисот тысяч рублей. Мелия Кишинева, Дуа Тараканов, 9 канал, Отрадницкий район. Танцоры, вокалисты и спортсмены в селе Дзевноморское скоро будут жить под одной крышей. Там идет реконструкция дома культуры. Даже по городским меркам здание получилось просторным. Так что всем творческим коллективам, а их в селе немало, места хватит. Теперь местные жители каждый день приходят туда, чтобы наблюдать за стройкой. Рабочие торопятся. До Нового года осталось закончить отделку и благоустроить территорию. Новоселье состоится в канун Нового года. И сразу после открытия начнутся детские утренники. В нашем селе Дзевноморское не было ни дома культуры, ни дворца культуры. Жителям очень бы хотелось, чтобы было такое место, куда можно привезти ребенка. И можно прийти самим на праздник, отдохнуть. И вот нам такой дворец культуры, наконец-то, долгожданный, построили. Еще один дворец культуры реконструируют в Архипаосиповке. Здание, которому 60 лет, получило второе рождение. Там будут мягкие кресла и самое современное оборудование для сценических спецэффектов. А завтра селяне впервые будут смотреть кино в формате 3D. От клуба останутся только старые стены, а все внутренние отделы... ...современным технологиям, сцена, свет, все делается изново. На протяжении 10 лет на территории округа мы уже восстановили полностью изново два клуба. Это в Текосе и в Тешепсе. В этом году власти Геленджика на развитие культуры потратили больше 130 миллионов рублей. Львиная доля денег ушла на нужды селян. Капитальные ремонты провели почти во всех сельских клубах и библиотеках. Ну вот строителям, которые сейчас ремонтируют дома культуры, стоит поторопиться, потому что уже надо проводить новогодние представления. Ёлки и все, что связано с предстоящим праздником, сейчас самая обсуждаемая тема. Все мы живем в ожидании какого-то волшебства, чуда. А вот какую сказку готовы подарить нам театр Краснодара? Об этом мы спросим у ведущей рубрики «Факты культуры» Аллы Григоренко. Алла, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Вообще у нас на Кубани в этом году ожидается рекордное количество новогодних представлений. В театральных афишах появилось очень много премьер на зимнюю тему. Куда можно будет сходить маленьким и взрослым зрителям, расскажу прямо сейчас. Новогодняя программа в этом году в Краснодарских театрах получилась насыщенной. Первыми, кто пригласил на ёлку маленьких зрителей, стали малыши Карлсон. Знаменитую шведскую сказку театр кукол осовременил. Режиссер Константин Мохов разрешил актерам похулиганить на сцене, устроить аукционы и попугать детей летающими привидениями. Однако родителям не стоит беспокоиться, страшно не будет. Я, мусина, в самом развете лучших лет. Знакомые мелодии и любимые персонажи в репертуаре и премьеры появились два мюзикла. Это приключения влюбленного Трубадура и его верных друзей Буратино. Над последним, кстати, работал Александр Мацко. Известный режиссер любит усложнять артистам задачу. Актерам за три месяца пришлось научиться петь, танцевать и выполнять акробатические трюки. Снегурочка предлагает провести новогодние каникулы в театре драмы. Сказка Островского получилась у актеров со счастливым финалом. Главной героини нет, а это превращается в веснянку и находит свою любовь. Зрители ожидают и другие чудеса – настоящий снег и огонь. И новые персонажи – волхвы и духи зимы. В праздничной афише молодежки тоже сказка. Правда, для взрослых премьера спектакля «Любовь собака.ру» намечена на завтра. Португальский режиссер Жоа Крестовая уверит, что новогоднюю ночь происходит чудеса. И не только на сцене. Так что, если у вас нет второй половинки, внимательно посмотрите по сторонам. Может быть, ваша любовь ходит где-то рядом? Их музыка – это химия звуков, чувств и эмоций. Группа «Харизматик» выступит сегодня в Краснодаре. Концерт начнется через час. Коллектив молодой, существует всего лишь год, но уже громко заявил о себе в музыкальных кругах города. Артисты работают в стиле диско-фан, кайрон-би, хип-хоп и соул. В репертуаре группы около 50 произведений. На следующий год «Харизматик» собирается выпустить свой первый альбом. Музыканты играют в основном собственные композиции. Музыку слова пишет вокалистка Алена Кравцова. Мировые джазовые шлягеры группа тоже играют, правда, звучат они в современной аранжировке. В Краснодаре сегодня опочтили память про Таирея Кирилла Расинского. Духовный просветитель оставил значительный след в истории края. Памятную доску установили у здания Кубанского казачьего хора. Расинский стоял у истоков создания знаменитого коллектива. Автор мемориала – известный скульптор Ольга Яковлева. На церемонии открытия присутствовали представители власти, священнослужители, жители города. После в органном зале прошел концерт, где Кубанский казачий хор исполнил свои лучшие духовные произведения. Ночь с четверга на пятницу у краснодарцев выдалась бессонной. От заката до рассвета они дегустировали самые вкусные ролики и презентации. Ночь пожирателя рекламы популярна во всем мире. Ее основоположник – француз Жан-Мари Бурсико. Больше века назад он первым начал коллекционировать интересные рекламные клипы. На этих кадрах не навязывают что-то купить, главное, чтобы было смешно. В этом году организаторы собрали рекламные ролики из 50 стран мира. Гурманам показали новейшие рекламные ролики и проверенные временем раритеты. Следующая «Бессонная ночь» наступит уже через год. Киноманы на этой неделе познакомились с загадочными инопланетянами и смешариками. В хит-параде новинок первое место поделили между собой фильм для взрослых «Фантом» режиссера Криса Горока и детский мультик Дениса Чернова «Смешарики». В общем, одним придется спасать мир от зла, а другим разрушать Москву. Оксана Кочура расскажет, кому же все-таки удастся осуществить задуманное. В этом году стало модно разрушать Москву. На экране, естественно. В декабре ее разрушают два раза. В фильме «Миссия невыполнима 4», который вышел в прокат на прошлой неделе, и в фантастическом триллере «Фантом». Режиссер Крис Горок экранизировал сюжет о мировом нашествии загадочных инопланетян. Рассказ ведется от лица американских туристов, заставших катастрофу в Москве. Акторский состав интернациональный. Вы увидите много знакомых лиц. Критики подшучивают, мол, надоело Голливуду смотреть, как кружатся небоскребы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Решили снять, как падает самолет, ногу. Большинство наших зрителей пойдут, конечно, посмотреть на разрушение Москвы, на нападение именно на Россию. В ролике, по крайней мере, в рекламном трейлере, вы можете увидеть, как безжалостные инопланетяне разрушают Кремль, Красную площадь, уничтожают машину наших доблестных милиционеров-полицейских, превращают ее в пыль. И я думаю, что ради этого народ обязательно придет на этот фильм посмотреть. Посмотреть стоит хотя бы потому, что златоглавую так еще не разрушали. Тимур Бекмамбедов попытался в дневном дозоре, но вовремя остановился. Зато стал продюсером «Фантома». И теперь он разрушил Москву, как говорится, до основания. А вот мультфильм «Смешарики. Начало» наполнит позитивными эмоциями. Одно название чего стоит. Покинув свою уютную страну, «Смешарики» оказываются в современном мегаполисе в роли супергероев. Им предстоит спасти мир от надвигающегося зла. Все по-взрослому, звучит слоган мультфильма. «Схватите его!» «Сейчас здесь будет серьезная буча». «Пишите, покрепление!» «Они повзрослели, стали серьезнее и готовы взять на себя ответственность за все живое на земле. Но от этого они перестали быть милыми и любимыми многими «Смешариками». В их мире все было так просто, а тут огромные дома, современные технологии, страшные злодеи. Как справиться со всем этим? В общем, этот мультфильм порадует и детей, и удивит взрослых. Да, кстати, продюсировал его тоже Тимур Бекмамбетов. Приятного просмотра. Оксана Качура, 9 канал. Этой зимой «Смешарики» захватят мир. А теперь о том, что интересного можно посмотреть и послушать в эти выходные на следующей неделе в Краснодарских театрах, концертных залах и ночных клубах. Афиша получилась больше новогодней, учитывая приближение праздников. Джаз-группа «Дважды два» выступит завтра в Краснодаре с юбилейной программой. Коллектив в этом году отмечает пять лет творческой жизни. В исполнении музыкантов прозвучат авторские композиции и мировые хиты прошлых лет. Начало концерта в восемь вечера. 25 декабря в Краснодарском цирке будут отмечать Новый год. Театрализованное представление поведает о веселых приключениях Снегурочки и Деда Мороза. В программе также ожидается выступление дрессировщиков, акробатов и клоунов из Московского государственного цирка. Краснодарцы смогут почувствовать себя мастерами-кукольниками. В музее Коваленко всех желающих научат делать русские народные игрушки. Посетители заодно смогут познакомиться с миром этнической куклы. Занятия будут проходить в это воскресенье в два часа дня. 26 декабря в дворце железнодорожников пройдет концерт заслуженного артиста России Игоря Моменко. Известность химористу пришла восемь лет назад после выступления в аншлаге с монологом «Теща». На его блистательный талант обратила внимание тогда вся страна, за что артист получил прозвище «Человек-анекдот». Моменко помимо своих рассказов исполняет произведения Семена Альтова и Ефима Шприна. 26 декабря на сцене кубанского казачьего хора будут судить Деда Мороза. Главного новогоднего героя обвиняют в том, что он постоянно обижает отрицательных персонажей. Роль присяжных исполнят зрители. Судебный процесс будет сопровождаться веселыми играми, танцами и шуточными миниатюрами. Новогодний подарок от Юрия Григоровича. 28 декабря в музыкальном театре артисты краснодарского балета будут давать щелкунчика. Рождественская немецкая сказка была поставлена Григоровичем почти полвека назад. Партию Маш исполнит балерина Екатерина Конобеева, принца Алексей Шлыков. Это были все новости культуры, о которых мы хотели вам рассказать. На этом моя часть выпуска завершена. Далее прогноз погоды. Приятного всем вечера и удачных выходных. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова